здравствуйте мои любимые дорогие всех вас приветствую на очередной расклад и тему мы сейчас будем смотреть вы с утра в его голове давайте посмотрим у нас как всегда одна позиция поэтому загадывайте любимого мужчину и давайте начнем и сразу с его характеристики кто этот человек кто он сейчас этот мужчина очень гордый своенравный с характером он всегда лучший он пришел увидел победил он заставил в себя влюбиться его могут ненавидеть или его могут любить но нет людей равнодушных к нему потому что харизма харизма характер своенравия сделали уже давно свое дело этого человека как профессионала могут очень любить и бояться и в то же время за его спиной плести всякие интриги всякие сплетни и потому что он лучше не забывайте здесь карта победителя он любит транспортное средство причем а любит сам водить может быть у него есть машина светлого цвета это такой знаете некий автогонщик какой русский не любит быстрой езды вот это про него хороший наездник да хороший наездник любит софиты любит солнце любит хорошая приятную погоду любит всегда выезжать к солнышку любит возможно путешествовать или жить там где солнце и как то так но да у вас то дьявол мальчик дьявол мужчина дьявол но знаете дело в том что а что вы хотели вот такого амбициозного человека не может быть близкого друга дьявола конечно может причем есть у него такая работа что ему приходится с другая с друзьями там знаете где-то выпивать где-то сидеть что-то отмечать а если у него ночной клуб там естественно девочки какие-то с низкой социальной ответственности культурно сказать туда-сюда ходят есть у него там что-то еще в общем вы понимаете о чем я мужчина уверен своей мужской красоте уверенность в себе на сто процентов как он выглядит какой он в постели извините то есть тут и пороков полным полно у него есть и скелетов шкафу тоже там знаете целая куча поэтому мужчина интересно я вам скажу я не могу его вообще по-другому охарактеризовать одним словом он очень интересная личность неоднозначная я теперь понимаю почему вы на него смотрите я знаю почему вы его наверное любите да и причем у него еще и семерка мечей это наверное сам по натуре может быть такой человек да где хитрости обманы манипуляции интриги измены и коварства воровство это просто вот вот без этого жить не может все в арсенале в его характеристики или же например он таких людей терпеть не может потому что сам является лукавым кто может быть еще хитрее чем он кто нет таких единственная он красавчик это он может кого угодно вокруг пальца ввести это он одевает несколько масок кто там еще пытается на меня тут позировать она пошли все вон знаете вот из этой категории тоже туда же так что одним словом мужчина непростой ой непростой на которого тут смотрите этот это это не васенька по моему сегодня этот наверное какой то я не знаю даже не знаю как его тут назвать альберт роднштейн какой-нибудь понимаете какой тут васенька вы чем поехали итак вы его в голове с утра детка ты где ты разбила мне сердце исчезла из моей жизни далеко и далеко надолго вы не рядом вы ему мстите вы его тут издалека добиваете вы тут ему башни устраиваете вы тут матеряя морально понимаете вот эмоционально его добиваете он очень сильно хочет чтобы сделали шаг его сторону но в это делать этого не хотите сейчас на данный момент на расстоянии вы не рядом мужчина возможно занят занят но у него там не все хорошо в отношениях там тоже большие проблемы есть я уже не знаю за вас не из-за вас может быть из-за вас почему из-за вас почему из-за вас потому что он к вам хочет он все равно хочет к вам ему не хватает близости с вами ему не хватает вашей энергетики знаете такое ощущение как будто та женщина которая рядом с ним она никакая она бесхарактерная в ней нету силы и мощи как у вас она не может им управлять или она делает это неправильно или она имеет другое какой-то темперамент не такой как у вас с ним но что вы очень сильно похожи очень сильно похожи у вас настолько сильные точки соприкосновения насколько вообще может быть вы прям думаете одинаково характер имеете одинаковый темперамент взгляд на жизнь точку зрения у вас какие-то судьбы одинаковые есть начать копаться у вас вплоть до того что фамилии могут быть одинаковые вплоть до того чтобы там когда-то жили на одной улице из одной деревне я не знаю там понимаете если тоже взять натальную карту его и натальную карту вас вот нормально хорошего серьезный астролог профессиональный он скажет слушайте ну вы тут прям вообще как близнецы кармические даже не то что кармические вы тут вообще по судьбе идете у вас только сплетение здесь как вообще вы там можете еще на расстоянии от друг дружке быть должны быть вместе и он будет прав он будет прав не очень сильно к вам тянет сейчас но я думаю что и всегда но сейчас точно потому что я это вижу расклад делаем чтобы вы у него с утра в голове поэтому сегодня точно а что ему мешает быть с вами он хотел бы чтобы вы сделали первый шаг его сторону потому что прекрасно знает что вы можете это сделать а а почему вы не хотите этого делать но у вас уже как будто другие ценности вы уже считаете что я должна за ним бегать у меня тут дел много он не вписывается в мои дела вы так вышли из этих отношений тяжело вы знаете когда вы от него отдалились и стали приходить в себя вам это так тяжело давалось потому что вы то что я сейчас говорила до этого все прекрасно понимали о чем идет речь по поводу натальной карта что вы так похожи что у вас очень много всего общего вот вы так когда с ним расстались вы так и думали блин ну как это так получается мы же с ним похожи почему мы должны с ним расстаться и вы просто это приняли как данность значит надо все это просто надо и вы с этим уже знаете свыклись свыклись пришли к этому что окей хорошо а теперь что опять назад что ли и вы так и думаете я что здесь игрушки что ли со мной над моими чувствами тут игрушки нет так не будет будет так как я сказала а вы не хотите его у вас другие планы причем здесь еще один нюанс есть вы или уже или нашли себе другого мужчину или вы в поиске настолько активном что знаете что ничего страшного я найду себе другого даже если он не будет мне идеально подходить а мне это уже не надо пойти на тайным картам вот это вот чтобы все прям по гороскопу подходили мне вообще пусть он будет другой но чтобы этот человек просто я хочу чтобы меня любил и ценил все и вот если такой появится я с ним сойдусь в пару а нет значит нет все ни по каким больше другим критериям я никого выбирать не собираюсь а то вы считаете да я уже выбирала его по самым таким крешом мой родной близкий с этим родным близким ничего не получилось больше никого выбирать я так не собираюсь все это у меня не работает мне надо какого-то другого чтобы я с ним была как кошка с собакой но мы вместе были так значит прям как-то грустненько хорошо давайте будет чтобы нам сейчас не грустненько сейчас что было интересненько все-таки вы у него в голове окей я просто кое-что хотела узнать я узнала поехали вы дальше в его голове что там дальше у него сейчас с вами так он хочет помощи или вам дать помощь оказать или же у вас попросить он хочет перемен он один он один вы знаете вот здесь карта вот смотрите кубка восьмерка кубков это уход видите тут осьминог под водой вот этот осьминог превращается в человек и уходит это луна луна в знаке рыб это о чем говорит человек меняется духовно меняется у нас рыба отвечает за веру за духовность в астрологии вообще рыба сами по себе такие достаточно мы все знаем что они очень трепетны очень добрые они всегда всем помогают такие вот добрые души поэтому он хочет бросить пить здесь кубки стоят бросить свои эмоции какие-то неправильные да вот это вот все позади чтоб осталось вот этот осьминог никакой осьминога даже мозга нету знаете да поэтому поэтому их и ловят и кушают что у них мозга тоже нету моллюски осьминоги там у осьминога может маленький совсем а у моллюска вообще нету поэтому их ловит и кушает ну это я так словом поэтому он хочет тут превратиться в человека видите он поднимается из воды превращать человека уходит в луну луна это все-таки женская карта ну то есть женский да психотип он нам больше тут будет понимать чувствуется переживать и здесь и старший аркан рядом отшельник мудрость вот что ему не хватало с вами мудрости спокойствие некого одиночества где он должен побыть собой и подумать что он делает не так может быть стоит уже превратиться в человека хватит пить бухать как осьминог может быть ты уже станешь человеком может быть ты подумаешь о вере своей может быть ты заглянешь немножко вперед в будущее свое ты станешь сострадательным к близким своим может быть ты начнешь соображать как ты обижаешь человека который тебя любит вот вот это сейчас идет у него такой процесс и в отшельниках он находится не просто так вы в его голове да как одна из лучших как одна из лучших ну хочет вам сейчас пошутут дураку ну по видать по-другому он не может с вами по-другому не может он как-то легко непринужденно может быть что-то написать типа привет красотка ты шикарно давай встретимся опять а почему к вам так по шуту что не может по-нормальному или это такой вот подход уже такое ощущение как будто он каждый раз так приходит к вам красотка привет как дела не знаю он как будто по-другому не может или же еще как вариант он начнет легко а доведет все не до конца а до ту спинтакли а до стабильности доведет потому что начало у него такое будет может быть и легкое поверхностное начальное вот это вот привет красотка как дела поэтому имейте ввиду мужчина да он тут тоже плачет знаете он тоже тут наплачено наплакан уже наплаканный то что уже ну вот он огребает из прошлого все как практически все что можно было у него у него видите тут тройка кубков гулянки пляски развлекашки все это из прошлого все это тянулось и тянулось и тянулось и тянулось и теперь вот он ушел вот он ушел в человек он превращается из осьминога в человека и в мудреца отшельник это поиск истины себя да человек который идет по своей судьбе по своей дороге осмысливая что там потому что вот так вот гулять и развлекаться но это всегда до поры до времени у каждого человека это не может быть постоянно и вот сейчас тот период кризис среднего возраста это сколько это 40 лет кризис среднего возраста особенно у мужчин это всегда чувствуется да когда они практически уходят от жены к любовнице или например в эти 40 лет он начинает только понимать осознанно что он хочет жениться и ищет какую-то себе там не знаю 20-летнюю для этого вы думаете у них получится с этой 20-летней очень мало заключенных браков когда в 40-летний мужчина с 20-летней у них что-то все-таки получается очень редко когда такие браки могут долго жить вместе там до поры до времени пока ребенок не появится потому что жена всегда будет такому мужчине изменять всегда но если она нормальная если у них каких-то гормональных отклонений нету знаете девушка она и в Африке девушка а после 40 мы все знаем что происходит с мужчинами на гормональном уровне и с девушками тоже в 20 лет происходит гормональный всплеск поэтому тут неравные браки естественно но мы я на Кавказе знаю в Средней Азии знаю очень много таких браков там это как-то норма чем старше мужчина тем лучше но что за всем этим кроется я тоже это знаю как психолог наверное уже приходит рассказывает как говорится хорошо поехали дальше поехали дальше вы с утра в его голове ну да он за вами держит контроль держит контроль знает что вы никуда ничего так не рыпнетесь у вас работа сейчас на первом месте вы полностью даю отдаете себя работе потому что вы профессионал своего дела вы такая женщина творчество с творческим потенциалом вы знаете что вы хотите вы логик вы знаете вижу цель не вижу препятствий иду по своей дороге четко да вы сами себе император вот он так видит она сама себе начальница она с утра встала она уже знает у него там уже расписано все по пунктам в трех экземплярах что у нее в жизни он знает что вы от него устали он знает что вы в нем разобрались он знает что вы убрали все свои чувства к нему вообще далеко и надолго это сейчас не надо вам и он знает что вы его ждете что вы до сих пор все таки его любите и вы ждете что он у вас в голове постоянно тоже он это тоже знает хорошо давайте просто четко какой вопрос задать вопрос ребром а я женщина конкретная давайте спросим четко ближайшая ближайшую неделю он сделает шаг в вашу сторону нет почему причина он ждет чего 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 когда колесо фортуны улыбнется он фаталист судьба как распорядиться судьба по как ему покажет как утром возьмет судьба его за хвостик как мюнхаузена и пенделя волшебного даст вот тогда он тут сразу схватится за телефон и вам напишет а может быть сядет в машину и приедет тут все зависит от судьбы понимаете все зависит от судьбы а фортуна это такая судьба такая она сегодня задом завтра послезавтра передом уже к вам станет поэтому он тут сам ничего ничего у него такое состояние то ли я умер то ли я устал поди пойми никто не знает только вором который там цветочки ему же знаете как на могилку бросает непонятно то ли он устал то ли он умер я образно говорю поэтому мы смотрим на живого человека естественно на живого поэтому здесь он находится в тупике он выжидает судьбы поэтому не девочки не будет сам ничего делать ну и вы ничего не делаете у вас же там есть у вас работа у вас дела у вас там все пусть вот мечтает думает страдает а что ему сейчас это в отшельниках пусть посидит подумает как он пришел к своей вот такой вот сложной тяжелой жизни к осьминогу как он пришел как он воплотился в это вообще осьминога пусть займется пусть похудеет пусть я не знаю пойдет пострижется я не знаю там в спортзал запишется ему человеком надо стать уже давно он все в осьминогах находится пусть в отшельниках посидит подумает о своей жизни такой вот такой был расклад пишите пожалуйста комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал да кстати солнышки мои я не знаю когда это прекратится ютуб банит не мои видео слава богу а комментарий закрывает к этому ролику вообще к моим видео я не знаю почему не нравлюсь наверное я да поэтому если опять закроет видео пишите пожалуйста мне в телеграм-канал я на геррер чат и я на геррер медиум там с вами пообщаемся если уж нет спасибо большое ютубу то пишите здесь под видео что вы думаете по этому раскладу по этому раскладу о своем мужчине мне интересно будет почитать ну что мои хорошие такой был расклад небольшой но я думаю что вы все поняли что сейчас вы у него в голове и что он думает о вас я вас всех люблю мои хорошие берегите себя берегите свое здоровье не болейте пусть у вас вообще везде во всех смыслах этого слова будет все хорошо и не только в личной жизни я вас всех люблю целую и обнимаю до скорых встреч спасибо